Итак, первый вебинар, который пройдет 6 октября. Сейчас можно уже сразу в вебинарной комнате зарегистрироваться на этот вебинар. Я расскажу сейчас, что на нем будет. На этом вебинаре я буду рассказывать об использовании классических произведений и сказок на уроках общества знания, и посмотрев, да, вот по этой ссылочке, вы можете уже сейчас зарегистрироваться. И потом там даже посмотреть сам вебинар, может, сможете в записи, но как только, да, вот вы оплатите 6 октября, вы получите вместе с записью вебинара именно вот такие презентации. Четыре презентации, о которых сейчас я вам расскажу. Методические материалы тоже в конце расскажу. И вот я решила подарить электронный вариант пособия ОГЭ. Вот так же это будет хорошо. Очень рада коллеге. Всем, кто вот купит вот этот самый вебинар, ну, каждый из всех моих вебинаров, которые будут представляться. Электронный вариант имеет свои преимущества, но, конечно же, тоже здорово иметь бумажный вариант. Это буквально 40 страничек, самая-самая главная информация. АЕГЭ 80 страничек. Итак, первый вебинар, то есть вы получите вот такие презентации. Первая презентация «Социальный статус литературных героев». Это единственная презентация без анимации. Она выполнена вот, ну, так очень красиво в виде книги. В начале будет, в каждой презентации всегда идет в начале несколько слайдов с теорией. Соответственно, раз тема «Социальный статус», там будут данные определения «Социальный статус», «Социальная стратификация». То есть вот то, что мы непосредственно изучаем на наших уроках. И затем дается задание. Варианты задания могут быть, то есть формы выполнения заданий могут быть разные. Вы можете поэкспериментировать с разными классами. То есть можно просто на доске нарисовать прямоугольник или треугольник, или прямоугольник, разделенный на три части. Это у нас модель общества. Низший, средний и высший слой. И, соответственно, далее можно работать коллективно. Можно дать эту работу по группам или индивидуально. То есть дети, каждый рисует себе в тетрадочке каждого персонажа и отмечает точечкой его социальный статус. И здесь я подобрала такие подборочки литературных произведений, где даны описания персонажей. Обратите внимание, оцените, коллеги, мой труд. Я думаю, все мы любим читать, конечно, и литература нам часто помогает на обществознании. Но очень важно, чтобы кусочек был предельно кратким и предельно ярким. То есть нельзя, у нас не литература, мы не можем просить их читать несколько страниц, чего-то там выискивать. Вот посмотрите, небольшой фрагмент, но здесь важно, чтобы дети дали оценку социального статуса, проанализировав одежда, обстановка. Даже запах, ну, это единственное, вот в фрагменте нашла. И уже сделали вывод. Ну, и где-то там более десятка таких подборочек. Вот вам для примера, ну, вот это у меня вот, ну, не получилось в шаблоне. Все идет в таком же шаблоне. Просто другой фрагмент для сравнения. Вот совершенно уже другая обстановка, другая одежда. Даже вот там есть фрагмент мужики чехов. То есть о чем говорили представители низшего слоя. Разговор был все нудный. Нужде, да, болезнях. Да, даже тема разговоров низших слоев и высших слоев. И вот, пожалуйста, беседа на приятные темы богатых людей. Вот. И, соответственно, дети отмечают статус точкой в модели общества. Почему важна... Ну, вот давайте я вам еще вот это вот задание отмечу. Чем еще... Почему важно, на мой взгляд, обращаться к литературе при изучении данной темы? Социальная стратификация, социальное неравенство. Ну, еще подобная у меня есть разработка про картины. Ну, это в другом будет блоке. Потому что эта тема, ну, пожалуй, единственная тема, где не рекомендуется обсуждать личный опыт учащихся. Потому что эта тема болезненная. Дети зачастую не имеют, ну, толерантности. Они начинают тыкать пальцами. Вот, да ты там нищеброд там и так далее. Да, то есть, боже упаси. Но обсуждать эту тему нужно. Нужно создать условия, чтобы дети пропустили через себя вот эту тему. Почувствовали, что значит находиться в разных слоях общества. И, конечно, литература – это лучший в этом плане помощник. И когда вот неизбежно происходит разговор о социальном неравенстве, о представителях разных статусов, низшей, средней, высшей, когда дети только пытаются там говорить что-то, а вот я, вот там, я всегда пресекаю эту тему, говорю, так, нет, у вас социальных статусов сейчас нет, у вас всех одинаковый социальный статус, вы там школьники, вот встретимся с вами через там 5-10 лет, и тогда вы расскажете мне о своих социальных статусах. Социальный статус ваших родителей мы не обсуждаем. И плавно, вот давайте бы на литературу, и увожу их в литературу. Вот, значит, это первая презентация. Дальше. Дальше идут две презентации про социальную мобильность в сказках. Ну, а это две однотипные презентации по содержанию, но разные по форме. Одна презентация может быть использована в качестве теста, в качестве средства контроля знаний по теме социальная мобильность. То есть вот она выглядит таким образом. Дается персонаж, ну вот, допустим, да, Буратино из сказки, название автора из сказки. То есть быстренько дети вспоминают, и им дается задание написать вид мобильности, указать лифт, и отметить, какие качества личности способствовали этой мобильности. Можете даже предварительно там дать это в виде домашнего, ну, или там, или домашнего, или на уроке как контрольное, просто продиктовать, и они там могут написать и сдать вам на оценку. Ну, вот как вариант. А потом просто вы вот уже проверяете, и вот такой вот по ходу происходит самоконтроль. Вот, значит, это задание. Дальше. Ну, здесь сейчас идет в PDF, в тех презентациях, которые вы получите, они все презентации живые, ну, то есть Microsoft, там работает анимация. Значит, и Буратино поднимается вверх. То есть вот именно наглядно здесь вертикальная восходящая мобильность показана вертикально. Сначала появляется только вверх, ну, только вид мобильности, то есть это ответ на первый вопрос. Дальше вы говорите, какой лифт? Ну, здесь ладно, сказка, здесь лифт, ну, хотя, да, если там Золушка, вот он, пожалуйста, удачный брак. И дальше вы просите назвать, а какие черты личности, какие качества помогли Буратино подняться в высший слой, помогли совершить восходящую мобильность. И вот, соответственно, дети отвечают, и появляется, опять же, пощелкаете анимацией, появляется вот этот ответ. Другая презентация. Герои те же. Ну, вот герои все такие стандартные, классические. Дети могут, конечно, свои варианты, но об этом чуть позже. Здесь вот такие самые универсальные, классические, известные всем. Значит, здесь просто сразу идет анимация, сразу видно, что это нисходящая мобильность. Но по щелчку также по анимации появляется именно лифт и качество. Просто если у вас совершенно мало времени, чтобы допытывать каждый вид мобильности, там, может быть, осталось 5-10 минут в конце урока, и просто вот так пролистать, просмотреть. Это может быть во всех классах абсолютно, даже в 11-м. Очень интересно. Дети с огромным интересом вспоминают детство и повторяют наши обществоведческие понятия. Вы можете, эта презентация может быть началом, ну, то есть вы ее можете наращивать по своему усмотрению, вы можете какие-то слайды убирать, дополнять, вы можете дать задания детям после показа. Они сделают, конечно, свои подборки, свои современные мультики. Я, честно говоря, особо в них не ориентируюсь, не любитель современных мультиков, не совсем их понимаю. И порой, когда дети приводят пример, я, ой, дайте мне надо подумать, разобраться или посмотреть, я даже не могу сразу сообразить. Действительно, этот пример иллюстрирует определенный вид мобильности. Ну, бога ради, это, если детям будет интересно сделать подобную работу на тех мультиках, сказках, которые им интересны, ну, а нам-то что надо? Нам лишь бы их вовлечь в процесс, почему бы нет? Поэтому, конечно, очень надеюсь, что у вас это все будет разрастаться, как снежный ком, подобная презентация. Вот, да, ну и также вот в этой презентации такие общие подборка, общий анализ тех факторов личностных качеств, которые способствуют восходящей и, соответственно, нисходящей мобильности. И понимаете, прекрасно какое-то большое воспитательное значение имеет, и, как говорится, сказка ложная, в ней намек, и здесь разговор сам собой перетекает в наше время без всякого морализма, нравоучений. Просто мы серьезно говорим, ну, ладно, хорошо, сказки, а сегодня? А какие качества сегодня нужны для того, чтобы подняться в обществе? А какие качества давят на дно людей и так далее? Да, то есть это тоже здесь и личностные качества, и метапредметные результаты. Вот, то есть очень такой полезный содержательный разговор получается на основе подобной презентации. Дальше. Четвертая презентация – это про экономические отношения в сказках. Ну, тоже она выполнена в виде книжки, просто здесь у меня не получилось скопировать. Вот. Ну, уверяю вас, поверьте на слово, то есть она очень красиво сделана в виде книжки. То есть также в начале идут термины, которые будут прорабатываться в этой презентации. Это основное, ну, самое начало экономики. Причем вот все вот эти вот презентации, они носят такой универсальный характер и одинаково могут быть показаны, использованы в шестом классе и в одиннадцатом классе. И даже не обязательно быть связаны напрямую с конкретной темой. Может быть, вот затрагиваются вопросы экономики, но этой темой не рассказывается. Ну, почему бы не сделать экскурс, не вспомнить сказки и повторить понятия. Вот. То есть смысл такой, что здесь вот эти красные понятия, они появляются по щелчку, как анимация. То есть дается фрагмент сказки, школьники находят красное слово, называют, вы щелкаете, и это словечко появляется, каждая словечко по отдельному щелчку. То есть очень удобно. Ну, и так далее. То есть тоже тут самые такие классические, всем известные сказки. Вот. Далее. Далее вы получите методические материалы. Это вордовский документ, значит, где представлен фрагмент вот моей статьи из журнала «Преподавание истории и общества знания в школе». Может быть, вам надо будет какую-то работу представить на аттестацию или на МОО, или статью какую-то написать. Вот, пожалуйста, можете цитировать, использовать материал. Также здесь даны всякие таблицы, которые вы можете использовать как раздаточный материал. Также дана методика, вот то, что вот в презентации с картинами, это также все есть в текстовом варианте. Можете дать детям именно в печатном виде. Все это вордовский, там по-своему форматируйте, как вам удобно, используйте. И также там даны, ну, просто тексты литературных произведений, которых нет в презентации. Значит, там тексты из рассказа Драгунского, из Тома Сойера, ну, и так далее, которые имеют прямое отношение к нашим темам. Ну, и там подписаны, какие темы. Там, допустим, тема бизнес, кусочек, как там Том Сойер красил забор, да, то есть как он там проявил, проявилась жилка предпринимательская, ну, и так далее. То есть, думаю, вот вам в работе очень помогут эти методические материалы. Ну, и книжку, как я сказала, все это пойдет вам после вот прохождения, посещения вот этого первого вебинара, который состоится 6 октября. Значит, ссылка вот выше в чате указана. Можно уже сейчас зарегистрироваться. Итак, далее. А, ну да, вот тоже это вот кусочек небольшой привожу. Вот то, что я вам рассказывала, этот, как работать со статусами, тоже там в методических материалах даны примеры. То есть, что вы хотите услышать от детей, какой возможный вариант ответа. Все это расписано, то есть, чтобы, если вдруг дети скажут, что я ничего не знаю, вы знали, какими клещами, что из них вытягивать, да, а вот напиши вот это, а что он чувствовал, а как он был одет и так далее, да, то есть, чтобы помочь, то есть, как бы вот такой эталон, один из вариантов ответа, ну, вот как дети, что вам напишут, всегда дети пишут очень интересно. М-м-м-м.